Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Продолжаю еженедельные ролики про топки «Я инвестирую» и делюсь более чем 20-летним опытом инвестора. Новости имитентов, риски, перспективы компаний, мои покупки, ну вот в частности «Новотек», «Роснефть», «Нурникель», «Русгидро», «Татнефть», «УК2», «Северсталь», «Русал» и так далее. В этом выпуске будет затронуто больше имитентов, чем обычно. Начну с «Новотека». «Новотек» показал сокращенный финансовый отчет ПМСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка за этот период выросла 17%, если сравнивать с первым полугодием 2021 года, и чистая прибыль тоже подросла почти настолько же. По «Новотеку» хорошо просматривается перспектива, это и «Арктик СПГ», и «Обский СПГ», и так далее, но в ближайшее время финансовый результат компании могут ухудшиться. Об этом, кстати, предупреждало руководство. Хотя конкретно вот сейчас «Новотеку» явно помогает ослабленная рубль. Про риски. Проблемы с оборудованием возможные, волатильность курсов валют, снижение цен на ГАСТ и так далее. Я планирую накапливать «Новотек» постепенно, особенно по ценам ниже текущих. Дело в том, что у меня много «Газпром» на ИСИ, то есть вот на этом брокерском счете, и поэтому я «Новотек» буду накапливать совершенно не торопясь. Да и цена акции «Новотека» по мультипликаторам сейчас уже не очень. Но в долгосрок до себя вижу такую покупку как нормальную, только хотелось бы по цене пониже немного. Вот. Далее. «Роснефть». «Роснефть» показывает неплохие результаты. Картина складывается вполне неплохая, я бы даже сказал перспективная. Акции «Роснефти» продолжают рост на вполне уверенном фундаментале, на росте цен на нефть и на ослаблении рубля. Однако стоит также понимать, что впереди отрасль нефтяную ждут с большой вероятностью налоговые изменения и возможное усиление санкционного давления. Хотя и в том, и в другом случае «Роснефть» смотрится увереннее многих остальных российских нефтедобытчиков. Правда, почти вся эта уверенность уже находится в цене акций. Цена выросла уже очень неслабо, вы это прекрасно знаете. Ну вот сюда я хочу добавить, что «Роснефть» на прошедшей неделе заплатила мне, ну и вам, естественно, тоже, дивиденды. У меня «Роснефть» есть на ИСЕ, то есть вот на этом счете. Здесь у меня акции примерно на 85 тысяч рублей, и сюда я получил примерно 2600 рублей дивидендами. «Роснефть» у меня также присутствует на брокерском счете оранжевого инвестирования. Там акции, ну, по памяти, тысяч на 15 или даже меньше, поэтому и дивидендов туда упало совсем немного. Далее, «Норникель». «Норникель» недавно опубликовал операционные результаты за второй квартал 2023 года. Выпуск «Никеля» и «Меди» сократился, а «Платина» и «Палладия» вырос. Комбинар продолжает плановые ремонтные работы. Мы хорошо помним целую серию аварий на производстве «Норникеля», которые повлекли за собой серьезные экологические последствия. И руководство, очевидно, не хочет повторения подобного. Поэтому на обновление мощностей и на экологичность производства теперь тратят неслабые суммы, что, естественно, влияет на прибыльность компании. Тем не менее, интереснее и важнее мировые ценовые тенденции на производимые металлы, которые гораздо сильнее способны повлиять на финрезультаты «Норникеля». Производимые комбинаты металлы заметно подешевели, если, например, взять период с начала года. Там разные процессы, обо всех говорить, конечно же, не стану, но ключевыми являются ожидания рецессии в США, некоторое перепроизводство металлов и продолжающиеся экономические проблемы в Китае. А финансовые результаты компании должны быть опубликованы в начале следующего месяца. С удовольствием их посмотрю. «Норникель» – это уникальная компания, для нее есть место в моем портфеле, но я сейчас не покупаю эти акции, так как у меня «Норникель» уже достаточно на том же саму ИИСе. К тому же, пока до сих пор нет долгосрочной ясности по дивидендам. Далее, пара слов про многолетние соревнования брокерских счетов на моем канале. И затем продолжу по новостям эмитентов и покупкам. Так вот, в этой публикации от 5 мая в Телеграме я подробно рассказал про суть соревновательных счетов и, в частности, про оранжевое инвестирование. Почитайте вот этот пост в Телеграме для лучшего понимания. А вот это, вот то, что шевелится, вот это, брокерский счет того самого оранжевого инвестирования. Здесь присутствуют зависшие фонды и сюда я продолжаю регулярно покупать российские активы, соответственно, фонды и акции. Далее видим счет инвест-клуба на закрытом канале в Телеграме. На него я покупаю на странные акции в долларах США и в гонконгских долларах, соответственно, китайские. Оба этих брокерских счета соревнуются. Условия соревнования одинаковые. Регулярно пополняю каждые из них на 10 тысяч рублей в неделю и покупаю активы. Ну а разницу в суммах можно объяснить частично выросшим курсом доллара, частично выбором активов. Соревнование счетов началось несколько лет назад. Оба счета в плюсе, несмотря на то, что они прошли через ковидные, через геополитические кризисы. Именно на это стоит обращать внимание. Это ценно и это важно. Далее, продолжая по новостям компаний, входящих в мой инвестиционный портфель. И сейчас у меня по плану. Следующая компания это Русгидро. Интересная, тоже уникальная компания, но со своими проблемами и нюансами. Был финансовый отчет по РСБУ за первое полугодие 2023 года. Недавно был. Выручка выросла более чем на 10% в год. В году чистая прибыль совсем незначительно сократилась. Выручка растет из-за того, что подняли тарифы. Это известный факт. Жду отчета по МСФО, потому что отчетность по РСБУ недостаточно информативная. Отчет по МСФО компания планирует опубликовать в конце августа. Вот. Ну, Русгидро переживает сейчас не лучшие времена. Тем не менее, мне интересен этот сектор своим перспективным будущим. Многим уже очевидно, что традиционная энергия от углеводородов постепенно вытесняется электричеством. И ярким примером этого являются электромобили. В связи с этим всем Русгидро и дальше будет присутствовать в моем портфеле. Не исключаю также и рост доли этой компании в моих инвестициях. Ну, никакого фанатизма. Не забываю про риски. Ну, и особенности электроэнергетической отрасли в нашей стране. Так, продолжаю. Но сначала коротко о важном. В моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которые не подходят по формату для видео. Важной публикации. Поэтому подписывайтесь ко мне в телеграм, но подписывайтесь осторожно, только по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, следующий у меня будет Татнефть. Я покупаю, как правило, привилегированные акции этого нефтедобытчика. У меня позиция по Татнефти на ИИСе чуть меньше 100 тысяч рублей и примерно чуть больше 10 тысяч рублей на счете оранжевого инвестирования присутствует. И вот по этим акциям на прошедшей неделе мне пришли дивиденды. Чуть больше 4,5 тысяч рублей упало на ИИС. И немножко насыпалось, соответственно, Тиньковский счет оранжевого инвестирования. Я сегодня уже показывал и скрины ИИСа, и видео Тиньковского счета. На этом останавливаться не буду. Вот, сейчас Татнефть, как, впрочем, и все другие российские нефтяники, но в разной степени испытывают серьезнейшее давление со стороны происходящего на нефтяном рынке. Санкции влияют, но при этом слабость рубля дает некие преимущества экспортерам. Я сейчас Татнефть не накапливаю. Мне пока достаточно по балансу портфеля, но при снижении котировок вполне рассмотрел бы и возобновление покупок по этому имитенту. Вот, следующая компания сегодня это ОГК-2. ОГК-2 одна из крупнейших энергетических компаний в России. В конце прошедшей недели компания ОГК-2 поделилась прибылью с акционерами. Дивидендные выплаты мне на ИИС поступили в размере чуть более 8 тысяч рублей. На ИИС у меня у ОГК-2 почти на 110 тысяч рублей. Предыдущая вышедшая отчетность не была выдающейся, но рост выручки позволяет надеяться на рост прибыли в будущем. Я стараюсь не забывать про электричество в своем портфеле, так как вижу долгосрочный потенциал у этого вида энергии. Поэтому акцию ОГК-2 считаю интересной, но с некоторыми специфическими оговорками, которые не позволяют мне накапливать этого имитента активно и самозабвенно. В общем, учитываю специфику и планы компании по реновации некоторых своих мощностей. Далее, перед блоком о покупках я запланировал еще сказать несколько слов про Северсталь. Северсталь опубликовал операционные показатели за второй квартал 2023 года. Производство стали, соответственно, увеличилось на 6% квартал к кварталу, а продажи снизились на 2%. Тот же, соответственно, период. На результаты компании дают мировая ценовая конъюнктура на рынке стали, естественно, внутри страновая конкуренция. Спрос, соответственно, чувствует себя довольно-таки неуверенно. Акции Северстали, да и большинство других металлургов, выросли уже заметно. Рост акций происходит на общей эйфории, разгоняемой брокерами и средствами массовой информации. Тем не менее, у металлургов действительно есть перспективы. Ну и рисков до сих пор хватает не меньше. Ну а конкретно по Северстали многие ждут финансовые результаты, чтобы оценить вероятность выплаты дивидендов. Если вероятность выплат повысится, то акции начнут разгонять с новой силой. Ведь дивиденд у нас – это уже конкретный фетиш. Кстати, очень советую посмотреть видео вот с такой вот обложкой и с говорящим названием. Это должен знать каждый. Смотрите. Суть правильного инвестирования заключается далеко не в дивидендном фанатизме. Вот, а теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшей неделе было 7. 3 – это иностранные акции, и 4 – это российские акции и фонды. А подробнее я давайте расскажу про покупку русала. Проблем у русала много – и внутренних, и внешних, и санкционных. Прежде всего стоит отметить снижение спроса на продукцию алюминиевого гиганта. Причем снижение спроса регистрируется в мировом масштабе, что осложняет переориентацию поставок продукции из Европы в Азию. Приходится привлекать покупателей вкусными скидками, а цены на алюминий сейчас сильно далеки от максимума 2022 года. Дополнительные ситуации усложняют проблемы транспортировки. Хорошего во всем этом, естественно, мало. Акции «Русал» находятся под очевидным давлением, перспектива пока улучшается очень медленно. Не исключаю, что дойдет до поддержки отрасли, но обещать ничего не могу. Хотя вот конкретно сейчас компанию явно поддерживает слабый рубль. А купил я «Русал», потому что увидел смысл немного нарастить долю этой компании. Баланс портфеля мне это позволял. Вот, в общем, осторожные покупки у меня продолжаются. Тут ничего удивительного нет. Покупаю расчетливо, не тупо и хаотично. Система вполне у меня прослеживается в инвест-клубе. Все объясняю, эффективно растягиваю покупки во времени, балансирую объемами. Никакой суеты движухи элементов шоу и зазывов бумаги. Удачными покупками не хвалюсь, просто грамотно, спокойно инвестирую. Ну а на сегодня это все. Всем успехов в финансовой независимости, да пребудет с вами все сложный процент.